ПВЕ или Player vs Environment, или как еще называют это явление Player vs Monster, представляет из себя активность в ММО, связанную с противостоянием игроков, управляемым ИИ-врагам. Зачастую также разработчики используют этот элемент геймплея для раскрытия сюжетной составляющей игры. То есть пока вы бегаете по квестикам, уничтожая положенное количество мобов, вам еще и истории всячески интересные рассказывают. Хотя на самом деле не всегда и интересные. Но сегодня мы поговорим про те ММОРПГ, в которых к этому аспекту, ПВЕ, отнеслись со всей серьезностью, подарив пользователям тысячи часов фана. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru и мы начинаем. Но, прежде чем мы перейдем к обсуждению лучших ПВЕ и ММОРПГ, я должен извиниться и внести некоторые коррективы. Дело в том, что в нашем ролике, посвященном лучшим ПВП ММОРПГ, я бессовестно пропустил, пожалуй, самый главный ПВП проект для наших широт. Это, конечно же, естественно. Естественно. Линейдж 2. Простите, сказались, видимо, 4 перелета за одну неделю и общая загруженность. Другого объяснения у меня просто нет. Потому как Линейдж 2, которая, как ни крути, является для многих едва ли не колыбелью, как ММОРПГ, так и ПВП в частности, ибо самые масштабные замесы и самые подлые ганги пошли именно оттуда, определенно заслуживала упоминания в том видео. Аккурат перед Ифонлайн, я думаю. С самим видео, кстати, если не ознакомились, ознакомьтесь, в остальном оно вполне объективное. Подсказочка как раз сейчас всплыла в правом верхнем углу. Ну а наше знакомство с ПВЕ и ММОРПГ хотелось бы начать с такой игры, как The Secret World. Относительно недавно, в 2017 году, она получила в названии приписочку Legends и стала Free-to-Play. Но это не поменяло сути проекта. The Secret World – это довольно нетипичный представитель жанра, где если и есть какое-то фэнтези, то, скорее всего, городское. У нас тут налицо противоборство трех фракций – иллюминатов, тамплиеров и драконов. А само действие происходит в альтернативном варианте современного мира. По этой же причине в игре, кроме магии, присутствует и кое-какой другой, более современный арсенал. Вроде тех же дуальных пистолетов, дробовиков и штурмовых винтовок. Помимо этого, наличествует порядочное количество стартовых классов. Но самое главное – целая куча ПВЕ-миссий и довольно неплохо проработанный сюжет. Миссии подразделяются на три типа. Экшен, где надо устранить врагов и вступить с ними в прямое сражение. Саботаж, где необходимо наоборот – избегать встреч с противником. И расследование, в которых придется решать разнообразные головоломки. Например, разгадать код Морзе или разобраться в классической музыке. Короче, головоломки – это однозначно лайк. Бегая по мискам, вам предстоит посетить такие места, как Лондон, Сеул, Нью-Йорк, леса Трансильвании, пустыни Египта, небольшой прибрежный город в Новой Англии. Короче, более ста часов ПВЕ-геймплея гарантировано. Причем можно проходить все как в одиночку, так и в компании с друзьями. Если когда-то пропустили – обязательно загляните. Там нет русской локализации, это может вызвать некоторый дискомфорт. Впрочем, есть русификатор. Но в остальном – очень самобытный и интересный проект со своей уникальной атмосферой. Neverwinter – еще одна MMORPG с довольно неплохим и проработанным ПВЕ-контентом. Самое забавное при этом, что с таким названием игра не входит в небезызвестную серию Neverwinter Nights, о чем отдельно сообщалось 23 августа 2010 года. Что, впрочем, не мешает ей использовать сеттинг Forgotten Realms серии Dungeons & Dragons. Именно поэтому Neverwinter – это классическая по всем параметрам фэнтезиатина, с классическими же классами и просто каким-то невероятным количеством рас. Серьезно, тут одних эльфов наберется 4 вида, и это не учитывая дроу, которые вынесены в отдельную расу. Что уж тут говорить про всяких полуросликов и инфернальных тифлингов. Что же касается ПВЕ, то его тут просто завались. В основном в качестве классических заданий из разряда «Принеси, найди, убей, иди нахер, не наглей». Однако присутствуют и вполне интересные цепочки квестов, которые даже не стыдно почитать. Помимо этого присутствуют также кампании, данжи, задания, которые создаются самими игроками, и тематические ивенты от разработчиков. В свое время я довольно надолго завис в Neverwinter, даже видосики по ней выпускал. Поэтому могу ответственно заявить, потраченного времени мне ничуть не жаль. Игра легка в освоении, с нон-таргет-боевкой, так называемый липкий таргет, кучей контента, который можно закрывать как в одиночку, так и с товарищами. В общем, даже на сегодняшний день поиграть в Neverwinter можно. К тому же у них недавно вышло обновление «Спуск в преисподнюю», так что не придется придумывать формальный повод. MMORPG Terra очень долго не могла прийти на наш рынок. Я это знаю, потому как сам начинал играть еще на американских серверах. Да, выбор тогда стоял между европейским клиентом, где тебя могли в любой момент забанить, и американским, где этого можно было не бояться, но присутствовали проблемы с Пингом. Я выбрал для себя второй вариант, потому как бегать по квестикам и данжам Пинг, в общем-то, не особенно мешал. Сейчас у нас есть руов, и таких проблем просто не существует, да и сама игра с тех самых пор существенно преобразилась. Хотя эти изменения, насколько мне известно, не особенно сказались на ПВЕ-контенте. У нас тут есть сюжетная линия, которую, собственно, и придется постигать посредством взятия и сдачи квестов. Занятие совершенно не обременительное, и зачастую связано с набитием энного количества мобов в той или иной локации. Ну, согласен, не бог весь что, но мне в свое время очень даже доставило. Вкупы с приличной нон-таргет системой боя. На данном этапе терра сильно ускорилась. Это связано и с введением летающих маунтов, и с тем, что всю необходимую экипировку можно получить по ходу сюжетки, а одеться в средний по статам шмот получится за несколько дней. Максимальный уровень сейчас вроде как 70-е, и вот тут придется немножко попотеть, потому как после 65-го процесс прокачки усложняется. Короче, там много всяческих нюансов, но PvE в основном сводится к забегу по квестикам и данжам. Причем поначалу данжи закрываются в одно лицо, но даже после присутствует автопоиск пати. Причем регистрироваться можно, насколько мне известно, сразу во все доступные подземелья, так что и тут проблем не будет. Guild Wars 2. Прекрасный образчик MMORPG, где на должном уровне представлено как PvP, о котором мы уже упоминали в одном нашем видео, так и PvE контент. Более того, как я уже говорил, эти две категории игроков почти не пересекаются. PvP-ширы не в курсе того, что происходит в PvE, PvE-ширы изредка интересуются PvP-активностями. Тем не менее, и первого, и второго в игре предостаточно. Хотя, если быть до конца откровенным, игроки уже давно не видели каких-то глобальных изменений в PvE. Чего-то сопоставимого по масштабам с Heart of Thorns или Path of Fire. Живая история, это, конечно, хорошо, здесь разработчики постоянно держат планку, а вот с большими анонсами пока проблемы. Однако, уже того, что есть в PvE-сегменте Guild Wars 2, за глаза хватит любому любителю MMORPG, который решил начать свое знакомство с проектом сегодня. Это и персональная история с несколькими переплетающимися сюжетными линиями, и не менее занимательная живая история, и открытые мини-подземелья, и джампинг-пазлы, и просто инстансы на пять человек с несколькими путями и уровнями сложности, и динамические события в открытом мире, которые включают в себя многоуровневые мета-события. Отдельного упоминания заслуживают так называемые фракталы. Этакая разновидность мини-подземелий, рассчитанных на пять человек с четырьмя уровнями сложности. Всего их, если я ничего не путаю, 100 штук, и проходить их необходимо непосредственно по порядку, с первого до сотого. Как видите, заняться любителю PvE определенно есть чем. Так что, если надумали, и вас не пугает отсутствие русской локализации, обязательно попробуйте Guild Wars 2. Еще одна MMORPG, которая побывала в двух наших видео, про PvP и вот сейчас про PvE. И не мудрено, ведь многие называют The Elder Scrolls Online RPG с прикрученным кооперативом. В большинстве случаев это действительно так. Участие других игроков в вашем личном прохождении игры сводится к абсолютному минимуму. По сути, только какие-то хай-энд активности, которые нужны для получения топового эквипа, потребуют непосредственного взаимодействия с пользователями. И чем черт не шутит, возможно даже вступление в какую-нибудь из многочисленных гильдий, кроме торговых. Квинтэссенция однопользовательского контента тут, это, конечно, традиционные квесты, которые есть основные и побочные. И тех, и тех, просто в вагон и маленькая тележка. The Elder Scrolls Online в этом плане почти не уступает сингловым RPG. Историй много, они разные, это не просто забег по мискам в корейское MMORPG, тут все проработано и реально интересно для изучения. Причем, когда я говорю про сингловое RPG, я подразумеваю прежде всего тот выбор, который делает игрок в той или иной ситуации, и который влияет на развитие сюжета. Так вот, в ТСО это все есть. Не обошлось и без вездесущих подземелий. Они делятся на одиночные, публичные и групповые. Если с первыми двумя все более-менее понятно, то вот групповые, в свою очередь, делятся еще на обычные и ветеранские. В ветеранских у противников имеется увеличенный запас здоровья и наносимый урон. Помимо этого, есть еще испытания. Задания, которые рассчитаны на группу из 12 человек, роли в которой распределяют сами игроки. Как и групповые подземелья, испытания имеют обычную и ветеранскую версии. Также, уж не знаю, можно ли это отнести к ПВЕ, но в ТСО вы можете стать счастливым домовладельцем и вовсю упороться по дизайну интерьера. В общем, если вы хотите чистого и ничем не замутненного ПВЕ в лучшем понимании этого термина, The Elder Scrolls Online может предоставить вам тысячи и тысячи часов геймплея. Врываться лучше всего с новым дополнением, которое уже не за горами. Выходит 18 мая этого года. Star Wars The Old Republic, стартовавшая в свое время как своеобразная адаптация WoW, очень скоро превратилась в весьма самобытный и интересный проект, сильной стороной которого без сомнения является ПВЕ. Более того, это игра, которую можно и нужно пройти. А ее можно пройти. Хотя бы один раз за понравившийся вам класс. Разумеется, если вам нравится вселенная Звездных Войн, потому как Звездных Войн тут предсказуемо овер дофига. У нас тут есть куча основных и побочных квестов, хорошо проработанных с диалогами и возможностью выбора, озвученных со своими повествовательными линиями и добавлением элементов интерактива. Шесть крупных дополнений, доступ к которым открывается при оплате подписки. Всего 249 рублей в месяц. Но если вам мало сюжета и классовых цепочек, добро пожаловать в героические задания, где вам нужно будет сразиться с элитными противниками и боссами, чтобы получить награду в виде огромного количества опыта. Ну или можно пробежаться по данжикам. Благо после объединения серверов автопоиск стал куда лучше, даже на начальных уровнях. Данжи, кстати, разделяются на несколько категорий по уровню сложности и тому, на какой стадии игры вы будете их проходить. Кроме того, в игре есть своего рода рейды, которые, если я ничего не путаю, называются операции, и рассчитаны на 8 человек. Но, конечно же, как я уже говорил, в СВ Тор прежде всего стоит приходить за качественным сюжетом и атмосферой Звездных Войн. Если вас, опять же, не пугает отсутствие русской локализации. Хотя, говорят, на просторах интернета можно найти решение. Final Fantasy XIV – еще один яркий пример того, как все со старта не заладилось, игра получила красный рейтинг на Metacritic, но после была проделана кардинальная работа над ошибками, и на сегодняшний день это MMORPG может считаться лучшей по многим параметрам, в том числе и по PvE. Но в основном от вас требуется все того же – прогулки по обширному миру игры с выполнением не слишком обременительных квестов, которые легко закрываются в одно лицо. Сюжет в финалке более чем прекрасен, и представляет из себя целостное сквозное оповествование со множеством всевозможных ответвлений. Если вы прямо сейчас решите начать знакомство с игрой, то просто погрязните в огромнейшей эпичной сюжетной кампании, которая разрабатывалась и пополнялась последние лет шесть. Более, скажем так, требовательное занятие, другая сторона медали PvE контента игры – это прохождение инстансов в составе группы – танк, хиллер и 2 ДД, а также походы в рейды и на боссов – два танка, два хиллера и 4 ДД. Сразу же после сюжетки игру хвалят именно за хардкорные, но при этом весьма интересные рейды, которые увлекательно тренировать и проходить. А вообще список активностей довольно впечатляющий. Можно выбивать маунтов со сложных боссов, можно охотиться на редких монстров, можно проходить особые денжионы-рогалики, можно искать сокровища по картам, проходить постоянно меняющиеся подземелья с лутом, играть в маджонг, мини-игры на аттракционах, карточную игру Трипл Триад из Файнал Фэнтези 8. В общем, любые занятия для любого типа игроков найдутся в этой без сомнения крутой ММО РПГ. Ну и разумеется, наш список был бы неполным без упоминания старой доброй Вовки. Даже не знаю, стоит ли перечислять все прелести этой ММО РПГ, которая для кого-то стала пропуском в мир ММО РПГ, а для кого-то и настоящим спасательным кругом. Да, я знаю парочку занимательных историй на эту тему, но давайте шторить для галочки пройдемся. Итак, что же может предложить World of Warcraft искушенному игроку в качестве ПВЕ? Разумеется, прежде всего квесты. Более того, если мне не изменяет память, именно разработчики Вов в свое время решили сосредоточиться на квестовой системе прокачки персонажа. До этого ММО РПГ представляли из себя по большей части песочницей, где каждый сам определял то, чем он будет заниматься. Большинство заданий на начальном этапе игры легко проходятся в одиночку. Однако, чем выше левел вашего персонажа, тем круче задания вам попадаются. Не успеете оглянуться, как придется искать себе сопартийцев, чтобы закрыть тот или иной квест. А вот для закрытия подземелий группа потребуется обязательно. Подземелья тоже бывают разные. В основном для их прохождения понадобится группа до пяти игроков. Танк, хиллер и 3DD. Однако, основной интерес представляют все-таки рейды с разным уровнем сложностей, для прохождения которых может быть занято до сорока игроков одновременно. Чтобы закрыть последний мифический уровень сложности рейдового подземелья, как раз и необходимо слаженное действие стольких игроков. Как правило, берутся за это топовые гильдии, которые соревнуются друг с другом, кто первый и за меньший промежуток времени пройдет тот или иной рейд, одолеет того или иного босса. В общем, если вы мните себя любителем и знатоком MMORPG, World of Warcraft это обязательная к ознакомлению матчасть. Я, конечно, утрирую, но составить свое впечатление об игре будет точно не лишним. Классика все-таки. Кстати, да, классические сервера тоже теперь присутствуют. Так что можно постигать вов самых что ни на есть азов. А я напоминаю, что вы можете легко дополнить наш список PvE MMORPG в комментариях. Там же желательно не забыть поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохору, еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok